Музыка Здравствуйте, уважаемые пятикластики! Мы продолжаем изучать основы безопасности жизнедеятельности. Видео урок двадцать пятый, тема рациональное питание и его гигиена. Это седьмая глава, третий пункт учебника. Тема здесь так звучит, рациональное питание, точка гигиена питания. Итак, приступим. В данном параграфе мы изучим три вопроса. Первый, рациональное питание, второй, белки, жиры и углеводы, и третий, витамины. Начнем с определения. Рациональное питание – это разнообразное питание с учетом индивидуальных особенностей человека, его возраста, физических нагрузок, климатических и сезонных особенностей окружающей среды. Рациональное питание является важнейшим условием здоровья человека, а также его работоспособности. С пищей человек получает все необходимые элементы, которые требуются для роста и развития организма, а также обеспечивающие человека энергией, необходимой для жизнедеятельности. Необходимые организму питательные вещества подразделяются на шесть основных типов. Первый – углеводы, второй – белки, третий – жиры, четвертый – витамины, пятый – минеральные элементы и шестой – вода. Рациональное питаться – значит получать с пищей в достаточном количестве и в правильном сочетании все эти вещества. Давайте разберем каждый из этих элементов по отдельности. Углеводы – это основной источник энергии. Они содержатся во всех пищевых продуктах, но особенно много их в крупах и фруктах. Жиры также являются важнейшим компонентом питания человека. Они входят в состав клеток и тканей организма и участвуют во многих жизненно важных функциях. Они очень важны. Жиры представляют источник энергии, превосходящий другие пищевые вещества. И жиры входят в определенном количестве во многие пищевые продукты – масло, орехи, шоколад, сало. Белки – они служат основным материалом для построения клеток и тканей организма. Источником белка являются мясо, рыба, яйца, творог, сыр, молоко, хлеб, картофель, фасоль, горох, рис и орехи. Витамины – они необходимы организму для нормального роста, для обмена веществ. Витамины повышают физическую и умственную работоспособность человека и способствуют устойчивости организма к различным заболеваниям. Витамины поступают в организм с пищевыми продуктами животного и растительного происхождения. Главным источником витаминов являются овощи, фрукты и ягоды. Минеральные вещества – они служат структурными компонентами зубов, мышц, клеток крови и клеток костей. Минеральные вещества организм получает с пищей. Ну и, наконец, шестой компонент – вода. Это один из наиболее важных компонентов человеческого организма, так как человек, его тело составляет 2 трети, состоит из воды. То есть вода составляет 2 трети массы человеческого организма. Суточная норма потребления жидкости – около 2 литров. В вашем возрасте, то есть подростковом, для того, чтобы в достаточном количестве получать все необходимые питательные вещества, необходимо питаться 4 раза в день. А именно, во время завтрака питаться, второй завтрак, обед и ужин. Конечно, питание зависит от семейных традиций, но многое определяет и лично каждый человек. Необходимо стараться употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов. И ни в коем случае не злоупотреблять сладостями. Для того, чтобы пища, которую мы потребляем, шла на пользу, необходимо соблюдать ряд общепринятых правил. Первое. Относиться к еде с уважением и с ответственностью. Во время приема пищи не следует смотреть телевизор, слушать радио или читать. Каждый кусок желательно пережевывать очень тщательно, делая не менее 30 жевательных движений. Самые тонкие ароматы пища выделяет вследствие длительного ее пережевывания. Чем тщательнее пища пережевывается, чем дольше слюна воздействует на пищу, тем лучше желудок будет подготовлен к ее перевариванию. Не следует садиться за стол возбужденным или сильно уставшим. Следующее правило. Питаться по возможности разнообразно и ни в коем случае не переедать. Человек должен есть достаточно и не страдать от голода. Но помнить, что переесть гораздо опаснее, чем не доесть. Воду и соки лучше пить за 15-20 минут до еды. Если во время еды или после нее пить, то пищевые соки разбавляются и пищеварение замедляется. Задание на дом. Три проверочных вопроса. Первый. Посмотреть в словаре значение слова рациональный. Второй. Назвать основные правила трьема пищи. Третий. Сравнить свой режим питания в рабочий и в выходной день. Попытаться определить, какой режим питания более соответствует условиям здорового образа жизни. Спасибо за внимание. На следующем занятии в видео уроке 28 мы с вами изучим вредные привычки и их влияние на здоровье человека. То есть мы приступим к изучению новой главы. Главы 8. Которая озаглавлена так. Факторы, разрушающие здоровье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин